МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о том, что христианин – это человек, который несет в этом мире особое служение. Казалось бы, простая мысль совершенно, но мир наш полон идей, которые недостаточно усвоены, что ли. Мы их высказываем, принимаем как самоочевидное, но очень редко размышляем над их глубиной. И из-за этого жизнь наша имеет некоторые такие лакуны, дыры, пустоты, которые мешают нам осмыслить и нашу жизнь, и цель нашего пребывания на земле. И вот когда христианин забывает о том, что жизнь его – это служение, тогда происходят разного рода аберрации, какие-то извращения христианской жизни. Вот одна из них хорошо всем известна, и она четко и емко так зафиксирована в фразе, которую мы довольно часто слышим. «У меня Бог в душе, поэтому я не считаю нужным ходить в церковь или пользоваться услугами посредников, то есть священников, епископов, духовных наставников. Человек, который так говорит, может ли он называть себя христианином? Если мы следуем традиции евангельской, христианской, то мы должны прямо сказать «нет». Почему? Потому что христианин, как единица, сам по себе, отдельно взятый человек, это нонсенс, это нелепица, такого быть не может. Это противоречие в определении. Христианин всегда есть часть тела. И прежде всего апостола Павла, кстати, в его посланиях, этот образ церкви как тела, то есть органического единства всех верных вокруг чаши и в христии, есть центральный образ, который нам помогает осмыслить свое положение в церкви. С другой стороны, что ли, в противовес этой идее или рядом с ней находится такое представление о церкви, как о месте, где всем заправляют священники. Патриарх, митрополиты, епископы, приходские батюшки. Вот они служат, они несут служение. Мы богослужение ведь называем тоже так, служба, служба. А миряне как будто бы приходят как паство безмолвное, безмолвное большинство и просто вот принимают то, что им дают, преподносят духовные наставники. То есть их роль в церкви пассивна. Они не несут служение, конечно же, как представляется вот в этой идее, в этом, что ли, взгляде на жизнь церковную. И этот взгляд тоже ошибочен. Он неправильный. Почему? Потому что, с одной стороны, когда мы говорим о том, что я должен вот сам внутренне, как свободный человек, развиваться, сам искать, все-таки я должен себе задавать вопрос. Та традиция, к которой я сам по себе отношусь, христианство ли это? Вот наверняка вы слышали о том, что Льва Николаевича Толстого, великого, гениального русского писателя, отлучили от церкви на закате его жизни. Предали якобы анафеме. Анафеме его, конечно, не предавали. Просто был принят документ о том, что учение Льва Николаевича Толстого не является христианским. Это необходимый был документ. Почему? Потому что очень много появляется людей, которые называют христианством то, что христианством не является. Вера наша и церковь наша апостольская. И вот эту апостольскую традицию, которая зафиксирована в Писании, в Творении Святых Отцов, Церковь Православная хранит и постоянно рефлексирует над этой традицией. И мы можем доказать тождество своей веры, вере древних отцов и святых апостолов. То есть принадлежа к этой традиции не просто умом, не просто разделяя какое-то, знаете, мировоззрение, свою своеобразную философию. Я все-таки отношусь к церкви не как к некоторой организации, сумме отдельных индивидов, а к моей семье. Неслучайно апостол Петр называет христиан, каждого христианина царственным священством. Вот каждый христианин, крещеный, принадлежащий общине церковной, он есть священник. И в этом смысле он не есть пассивный какой-то рецепиент, который приходит в церковь, и то, что ему батюшка скажет, он и делает, и не более того. Бессловесный некоторый какой-то такой созерцатель. Ни в коем случае, ни в коем случае, потому что у каждого в церкви есть свое служение. Разумное служение, как говорит апостол Павел. У епископа свое служение, у регента хора свое служение, у священника свое, у дьякона другое. И у каждого из мирян свое служение. Какое оно? Оно не обязательно, подчеркнут, это церковное, хотя в церкви весь храм должен петь, участвовать в богослужении, и эта традиция уже возрождается, слава Богу, у нас. Но прежде всего начинать нужно с сознания каждого человека, что я часть этой семьи, я ответственен за нее. И эту ответственность за эту семью церковную я несу не просто в церкви в риме богослужения, но и вся жизнь моя есть литургия, вся жизнь моя есть служение. Это очень благородная миссия, когда Господь тебе доверяет служение, быть христианином, быть тем светильником, который говорит миру о том, что такое истина. Как у апостола Павла сказано, мы сильные, должны немощи бессильных носить. Почему мы сильные? Потому что нам открыта истина. И мы должны благодарить Бога за то служение, за то, что нам эта истина открыта. Мы знаем, что такое добро и зло, кто такой Бог, что этот Бог, который есть любовь, и мы должны свидетельствовать об этой любви во всем мире. И прежде всего, конечно же, в церкви, в храме Божьем. Идея служения сейчас вообще исчезает из нашего мировосприятия современного. Люди предпочитают всему частную жизнь, свою семейную или даже совсем личную. Никто не хочет служить. Хотя уже еще совсем недавно даже актеры русских театров говорили, я служу в Большом театре. И говорили это с достоинством, потому что считали, что их ремесло не есть лицедейство. Они служат просвещению народному, они служат умягчению нравов, раскрытию человека и уважения к нему. Также и служащие, и чиновники говорили, известна была такая фраза, из семьи служащих каждый из нас имеет свое служение. Если вы врач, учитель, просто даже воспитываете своих деток, мужчина в своей семье, который благородно, красиво несет миссию мужа, отца, воспитателя, который делает качественно свою работу. Всякий из нас есть служитель Слова Божия, несущий вот это благородное служение. И поэтому, в том числе и поэтому, когда, дорогие мои друзья, вы читаете Священное Писание, считаете себя христианами, но не принадлежите какой-то конкретной семье, общине, значит, вам нужно этот вопрос закрыть. Нужно присоединиться к какой-то христианской семье, то есть к какому-то приходу, и в эту семью войти, познакомиться со священником, может быть, даже найти себе духовника в этой общине, познакомиться с теми людьми, которые ходят в храм, знать нужды своей общины, потому что не священники, не попы строят церкви, а семья церковная должна это делать. Если возникают нужды у кого-то из этой общины, семьи, нужно прислушаться, помочь, потому что и вам потом помогут. И все это мы делаем потому, что, еще раз повторю, христианин один, как сам по себе, это противоречие. Мы христиане постольку, поскольку мы находимся в христианской семье, то есть в церкви. И поэтому вот свою семью это нужно найти, обрести, и с благородным, таким благодарным чувством нести эту миссию, служение, которое нам доверил в этой жизни Господь.